Внимание, это непоследовательное продолжение моих предыдущих обзоров. Если ты еще не читал мангу, ожидай значительные спойлеры. Ты хотел увидеть битву Сайтамы против Гакетсу, которая оказалась за кадром? Ну что ж, у меня есть что тебе показать. Сайтама догоняет Гакетсу, который почему-то неспешным шагом пафосно уходил со стадиона. А, эм, Бакетсу? А монстр, походу, сразу понял, что перед ним довольно сильный противник, о чем можно судить по ауре, исходящей от лысого плаща. И внизу эпичная надпись. Сайтама vs Гакетсу. Ну, по крайней мере, в оригинале она была эпичная, я тут какой-то корявый шрифт подобрал, извини. Гакетсу спрашивает, кто Сайтама такой, на что получает закономерный ответ, что он герой, который пришел с ним сразиться. Ну, по крайней мере, монстр так это понимает. Лысик-то собирался продолжать свою фразу, интересуясь, действительно ли является Гакетсу первоклассным бойцом, но посередине его прерывает нога монстра. Ух, какой вспыльчивый. Еще удар ногой, уже ближе, сразу за ним апперкот, от которого Сайтама едва уворачивается, но это было лишь обманкой для удара локтем сверху, который вбивает лысого плаща в землю. Но и этот панч не был завершением серии, за ним следует новый уже кулаком напрямую вниз, отчего по всему кварталу разлетается облако пыли. Гакетсу, наконец, вслух отмечает силу лысика, пока тот по самое лицо сидит в земле. Возможно... Так это ты одолел Тумакако? Интересуется монстр, имея в виду Бакузана. И раз уж Сайтама был достаточно силен, чтобы одолеть новоиспеченного монстра драконьего уровня, да еще и выдержал предыдущие удары, Гакетсу сдерживаться не собирается, нанося удар ногой по области, в которой закопал Сайтаму. Лысик вылетает в позе солдатиком, плащ накрывает его лицо, так что тот ничего не видит, а Гакетсу готовится к новому удару по земле. Интересно, как монстр не заметил, что после такого удара Сайтама ногами пробраздил землю и даже не согнулся. Будь это какой-нибудь обычный герой, он бы хоть немного, но потерял равновесие, нет? Мощный панч разносит в крошке все поле боя, подкидывая в воздух Сайтаму, плащ которого с лица от такого импакта подлетел вверх. Конечно, это было только начало новой серии приемов, Гакетсу продолжает, нанося очередной удар кулаком, отправляя Лысика летать дальше. Но теперь уже не просто летать как попало, монстром его машинирует за спину Лысика и перенаправляет траекторию полета в огибающую по зданиям, чтобы нанести максимальный касательный урон. Из обычного человека что-то подобное точно бы сделало мясной рулетик, Сайтама же отскакивает от одного из углов, но только этого Гакетсу и ждал. Он снова перемещается к Лысику и наносит мощный прямой удар по беззащитному герою, похоже не способному противостоять такой мощи. Импакт от удара взрывной волной разносит пол квартала, а Сайтама отлетает к стальной балке, аккурат впечатываясь в нее, не проранив ни слова. Монстр медленно подходит к своей жертве сквозь разрушение от нанесенного ранее удара. Лысик, похоже с трудом, но все еще стоит на ногах. Гакетсу отмечает, что Сайтама очень силен, и монстрификация могла бы сделать его еще сильнее, может даже дала бы несокрушимое тело. Однако сейчас внутренности Лысого плаща должно быть перемололись в фарш, и он уже не способен говорить. И вот, настало время заканчивать все последним ударом. С чем согласен и Сайтама, вынося голову Гакетсу в стратосферу? Интересно, как она в месиво не разлетелась от этого. Правда, Лысик не очень доволен своей потасовкой. Неужели Гакетсу и правда был первоклассным мастером боевых искусств, ведь он просто продолжал беспорядочно бить, а это не очень круто. Видимо, бой с Сурью Сайтаме понравился чуть больше этого. Мы видим ударную волну, представляющую из себя столб в небо, а Лысый Плащ отмечает, что все-таки, наверное, Гакетсу был крутейшим. Возможно, именно из-за этого Сайтама больше не заинтересован в боевых искусствах, раз уж сильнейший мастер ничего интересного не показал. Благо, ему еще предстоит встретиться с кое-кем более сильным. Эмм, забыл. Я же должен был его остановить. Рассеянных героев наказывают. Хмм, а как звали этого парня? На этом и заканчивается фанатская версия битвы Сайтамы и Гакетсу, да. Если ты у меня внимательный зритель, мог заметить, что это не Мурата, по некоторым отличительным кадрам. Например, на пятой странице пыль он так никогда не рисовал. На четырнадцатой как Гакетсу, так и Сайтама выглядят слишком маленькими, без какого-либо на то особого смысла. Мурата бы не стал подобный кадр использовать. На восемнадцатой Сайтама в позе супермена с припухшими ляхами смотрится совершенно не в стиле ванпанча. Да и в общем посмотри на страницы, большая часть которых заполнена белыми полями. На малое количество деталей во время боя. На компоновку фреймов. И станет понятно, что дело рук это явно не Мураты. Так что, увы, по этим страничкам нельзя судить о силе Гакетсу. Однако, твою мать, плевать на мои тупые придирки. Насколько же годно для фанатской работы. Это не просто артик или страничка, а вполне имеющая смысл и оконченная экшн-сцена на восемнадцать страниц. Которая могла бы из-за экстру сойти. Я как-то так и подумал после первого прочтения. Как раз 140 глава была слишком короткой, мало ли Мурата решил так вот порадовать. Нарисовано-то офигенно. Почти на уровне первых глав Ван Панча. Многие хотели увидеть, как Сайтама победил Гакетсу. И автор такой, ля, ну а чё нет. Взял и нарисовал восемнадцать страниц практически на уровне Мураты. Я просто не мог оставить эту работу без внимания. Коряво перевёл по корявому английскому переводу. И теперь вот сделал обзор. Если хочешь прочитать сам, можешь перейти в мой паблик. Больше нигде на русском её скорее всего нет. Хотя, может пока делал это видео, кто-то ещё перевёл, тут ж не знаю. Также ссылки на оригинал, автора и английский перевод в описании. Если говорить о логичности происходящего от лица Ван Панча Эксперта, который до сих пор не запомнил, кто на каком месте в С-классе находится, всё довольно точно. За исключением того, что разрушений было меньше, и голова Гакетсу непонятно каким образом от такого удара осталась целой, битва вполне могла бы быть каноном. Ведь в ней и сам Гакетсу показал себя не с худшей стороны. И становится более понятно, почему сайтами перестали быть интересны боевые искусства. Да и просто крутой и пафосный экшен, что ещё-то надо? Эх... Как ты мог подметить, после моего обещания о новых обзорах манги, как-то нихрена новых обзоров не появилось. Оправдание ворнинг, но связано это с тем, что сначала мне прилетел страйк на все обзоры Ван Панча, потом пропало желание их делать и появились более интересные вещи. А теперь уже нет особого смысла даже по томам обозревать, потому что до апреля никак физически не успею. Может быть я что-нибудь придумаю, чтобы как-нибудь быстро рассказать обо всех важных событиях до онгоинга, всё остальное выбросить, ну ты понял, чтобы и мне самому это было интересным, и как бы тебе показать, а затем начну обозревать новые главы. А может ничего не сделаю, пока не знаю. Овещал для тебя Дзигал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok